Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Время возможностей президент встретился с губернатором Пензенской области. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно состоять между нашими государствами. О создании каких совместных производств идет речь? Сигнал жизни. В Бобруйске пенсионерам бесплатно устанавливают пожарные извещатели. При выявлении новых нуждающихся граждан дополнительной сценой поддержки формируется список на будущий год. Деталь интерьера или подарок судьбы. Современная классика с оттенком богемности. В Пицца Браво открылся новый банкетный зал. Свадебное торжество, юбилеи, дни рождения. Какой тренд покорил итальянцев? А также продуктовый список, союзный роуминг и брачный договор. Нотариусы готовы безвозмездно проконсультировать белорусов. Когда? Субтитры создавал DimaTorzok Укрепляем двусторонние отношения. Президент пообщался с представителями Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко. Ключевое направление сотрудничества Беларуси с российским регионом – торговля и инвестиции. За прошлый год товарооборот порядка 100 миллионов долларов. Александр Лукашенко видит потенциал в создании белорусско-российских производств в области машиностроения, сельского хозяйства, науки и техники. Там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где у России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместное предприятие. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюты и прочее. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика – это фундамент любых отношений. В этом направлении мы и действуем. Промышленная база, продвинутые технологии и техническая мысль помогут союзникам идти дальше, несмотря на санкции. По словам губернатора Пензенской области, как раз из-за новых условий местным производителям придется импортозаместить порядка 800 наименований продукции. И регион рассчитывает на помощь Беларуси. Под пристальным вниманием в Могилевской области работает горячая линия по вопросам посевной. Ее организовал комитет госконтроля. Работники сельхозорганизации могут сообщить о проблемах с техникой, недостатком механизаторов и других сложностях. Связаться можно по телефону на Игране до 10 мая. К слову, в Беларуси созданы рабочие группы для ежедневного мониторинга предприятий АПК на контроле, устранении бесхозяйственности, предупреждение краж и трудовая дисциплина. Брачный договор, новые жировки и доступный абонент. Беларусь и Россия отменяют плату в роуминге. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Март продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. Под особым контролем 29 позиций – мука, крупы, хлеб, мясная и молочная продукция, яйца, подсолнечное и рапсовое масло, овощи и фрукты. Напомним, стоимость на эти продукты не может увеличиваться больше, чем на 0,3%. В Беларуси изменен документ о полном возмещении расходов на ЖКХ. Раньше за некоторые виды коммунальных услуг не взымалась плата, если человек не находился по месту жительства больше 10 суток. Теперь это правило не будет действовать для граждан. Которые не платят налоги и выехали за рубеж более чем на 30 дней подряд, начиная с 1 марта этого года. Исключение – лечение за границей. Беларусь и Россия отменят плату в роуминге с 1 апреля. Ранее между странами были значительно снижены тарифы. В связи с этим увеличилось количество входящих вызовов в полтора раза, исходящих в два. Также абоненты стали чаще обмениваться смс-сообщениями и пользоваться интернетом. Нотариусы бесплатно проконсультируют жителей в преддверии Дня единения народов Беларуси и России. По вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров и отчуждений недвижимости, 1 апреля можно обратиться во все конторы и бюро страны. Подробности на сайтах территориальных нотариальных палат. Через Бобруйск пустят новый скоростной поезд межрегиональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Гомель. Время в пути сократится больше, чем на час. Состав из пяти вагонов начнет курсировать 4 апреля. Подробности на сайте БелЖД. Спасительный девайс в Бобруйске бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Помощь инвалидам и одиноким оказывают в рамках госпрограммы. Под пристальным вниманием соцработников и сотрудников МЧС 80 горожан. О жизненно важном элементе декора Карина Гуревич. Забота о пожилых – важный элемент развития любого общества. Для Беларуси это приоритет социальной политики. В рамках госпрограммы сотрудники Бобруйского ТЦСОНа вместе с МЧС проверяют пожарную безопасность в домах инвалидов и одиноко проживающих. Мы выявляем граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, которые не могут сами себе обеспечить должную пожарную безопасность в квартирах и в своих домах. Список уже сформирован на 2022 год. При выявлении новых нуждающихся граждан в дополнительной социальной поддержке формируется список на будущий год. Специалисты проводят беседы и бесплатно устанавливают извещатели. В планах посетить 80 бобруйчан и раздать 132 датчика как в частном секторе, так и в квартирах. 50 горожанам помощь уже оказана. Должен находиться в таком положении. Он по-другому сработает, если, не дай бог, будет дым очень поздно. Поэтому допускается над дверным проемом, потому что здесь есть воздухопоток. Позаботиться о своих родных можно и самостоятельно. Маленькая деталь интерьера обойдется не дороже 20 рублей, но убережет от лишних беспокойств и убытков. Приобрести его можно как в специализированном магазине, так и онлайн. На деле все предельно просто. Внутри пластикового корпуса датчик дыма и звуковая сигнализация. Работает извещатель от Кроны. Проверить исправность можно нажатием маленькой кнопки. АПИ неоднократно спасал от гибели людей. Буквально две недели назад на Крестьянской громкий звук извещателя вовремя разбудил семью. Практически дотла сгорел дом. Уцелела всего одна комната и кухня. Ущерб серьезный, но куда важнее – жизни. Его важно установить в жилых комнатах своей квартиры, для того, чтобы он в случае задымления, появления дыма в квартире, мог оповестись громким сигналом и спящего, и тех, кто находится дома. Непотушенная сигарета, оставленный на плите чайник, неисправное зарядное устройство, маленькие искры, из которых рождается большое пламя. Рассчитывать на авось в таких случаях – не вариант. Подтверждение тому – 30 пожаров в Бобруйске с начала года. Но с извещателем спокойный сон обеспечен, потому что АПИ не дремлет и не спит. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Правила жизни. В Бобруйске проходит конкурс юных инспекторов дорожного движения. У ТСАФ собрались 35 отрядов из школ и гимназии города. В каждом 8 самых активных ребят – от 10 до 15. Юные инспекторы соревнуются в знании ПДД, оказании первой медицинской помощи, вождении велосипеда и показывают творческие способности. Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, приобщение к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом, а также воспитание законопослушных граждан. Ребята могут почувствовать себя полноценными водителями, в помощь автотренажер, плюс записаться в секцию мотобола. Конкурс ЮИД проводится уже в 49-й раз. Участники проходят несколько отборочных этапов, начиная с городских и заканчивая республиканскими турнирами. Зеленый свет малому бизнесу. В кафе «Пицца Браво» открылся новый банкетный зал на 30 человек. Живые цветы, роскошные люстры и уютный камин. В приватизации помещение помог и респалком. Предоставил рассрочку на два года. Татьяна Горбач распробовала вкус итальянских кофеин. Средиземноморский флёр – часть фирменного стиля, который сразу замечаешь в кафе «Пицца Браво». Изысканно оформленные стены и столики создают атмосферу настоящей Италии. Меню самое разнообразное – от салатов до десертов. По вкусу придётся и взрослым, и детям. Наше заведение готово предоставить больший ассортимент пицц. У нас больше 40 видов их. Мы готовы предоставить как вегетарианские, так же мясные и с морепродуктами. Каждая пицца готовится вручную, готовится по факту. И в течение 10-15 минут. У исключительного качества выпечки есть свой секрет. Кулинарному мастерству пиццменов обучал итальянский повар. На кухне идеальная чистота. Многие процессы автоматизированы. А всё, что изготавливается руками, делается с любовью. Устроить шумную вечеринку с диджеями и отлично зажечь на танцполе – не проблема. Здесь созданы все условия. В кафе готовят угощения и для застольей. Их проводят в новом стильном, просторном и торжественном банкетном зале, рассчитанном на 30 человек. В приватизации помещения помог горисполком. Предоставил рассрочку на два года. Вы можете провести в нашем банкетном зале свадебное торжество, юбилеи, дни рождения, устроить романтический ужин своей второй половинки. Это заведение – отличное место для бизнес-ланча. С полудня до трёх здесь подают комплексные обеды. Каждый день новый ассортимент. Цены демократичные. Гостей здесь готовы удивлять не только кулинарными шедеврами, но и новинками итальянских баров и кофеин. Кофе с женьшенем – не просто модный тренд. Этот удивительный напиток повышает иммунитет, улучшает кровообращение, дарит бодрость и даже способствует похудению. Такая чашка обойдётся в 5,5 рублей. В городе создан благоприятный климат для успешного развития бизнеса. «Пицца Браво», а вместе с ней и почти полторы тысячи частных организаций, и более пяти тысяч ИП – лучшее подтверждение. Предпринимателям в Бобруйске горит зелёный свет. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова